Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки! Вот сейчас нам с вами предстоит решить задачу про гусеницу. Гусеница переползла с одного листа дерева на другой и тут же вернулась обратно тем же маршрутом. Причем средняя скорость ее движения на всем пути оказалась равной 8 см в минуту. Туда она двигалась со скоростью 12 см в секунду и выбрать нужно верное утверждение. Скорость гусеницы на пути обратно не меньше 8 см и не больше 12 см в минуту. Скорость гусеницы на пути обратно больше 12 см в минуту. И скорость гусеницы на пути обратно меньше, ттт, меньше, больше и так далее. А дальше вопрос, а какова была скорость гусеницы на пути обратно? Так, 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 так. Вот, понимаете, рассуждать можно как угодно. Вот если я сейчас скажу, что скорость гусеницы на пути, скажем, обратно больше 12 см в минуту. Ну, тут можно сказать, да, это, конечно, неправильно, но это само собой. Вот представим себе, да, вот эта гусеница, вот эта вот гусеница должна переползти сюда, а потом обратно. Значит, известно, что средняя скорость, вот я ее обозначу так, 8 см в минуту. Вот, 8 см. А сюда она ползет со скоростью 12 см в минуту. Правильно? Поэтому обратно, если она будет ползти тоже со скоростью 12 см в минуту, да, такого быть не может. Скорость-то средняя 8 см, а больше, тем более. Поэтому скорость гусеницы на пути обратно больше 12 см, ну, не подходит. Стоится два варианта. Не меньше 8 см и не больше 12 см. То есть между 8 и 12 см, либо меньше, чем 8 см. Вот. Ответ будет все-таки меньше, чем 8 см. Вот. И я вам сейчас это докажу. Давайте с вами посмотрим, что же происходит. Обозначим расстояние, которое должна проползти гусеница, отсюда сюда через х. Значит, туда и обратно все расстояние, или весь путь, давайте так, весь путь гусеницы будет равен 2х. А средняя скорость, ее определение, смею заметить, среднепутевая скорость, вот, это весь путь, деленное на все время движения. Вот это все время движения туда и обратно. То есть все время движения, оно будет у нас состоять из времени, которое потребуется гусеницу туда, и плюс время. Т2, это обратно, это туда, это обратно, туда и обратно. Все. Вот такая вот ситуация у нас. Тогда что же у нас получается? Т1, это время, которое должна пройти гусеница, двигаясь туда. Что это такое? Это путь, х, и деленное на скорость v1, вот эта вот скорость у нас v1, 12 сантиметров в минуту. А Т2, это что? Тоже х, только деленное на v2, правильно? Тогда средняя скорость, это у нас будет 2х, а вместо Т я пишу Т1 плюс Т2. Вот видите, да? Т1 плюс Т2. Только вместо Т1 я напишу х на v1 плюс х, деленное на v2. Вот такая вот штуковина у нас получилась. Это означает, что я могу сделать следующее. 2х, х вытащить отсюда, а тут будет единица на v1 плюс единица на v2. Иксы, иксы сокращаем, да? И получаем, что средняя скорость, это у нас 2. Тут у нас будет общий знаменатель v1, v2. Сюда идет v2 плюс v1. И в конечном итоге мы получаем, что средняя скорость гусеницы, это 2v1, v2, деленное на v1, v1 плюс v2. Вот такая у нас средняя скорость получилась. А нам нужно с вами найти В2. Я сейчас так и сделаю. Значит, что я делаю? 8 равняется 2, В1, 12, на В2. А здесь будет В1, это 12, плюс В2. В2, все, значит, получаем 8, 12, плюс В2, равняется 24, В2. 8 на 12, это 96, плюс 8, В2, равняется 24, В2. А значит, 96 будет равняться 18, да? 18, да, 18, В2. Вот. 24, да, 24, 8, 96, да, тут 8, В2, 18, плюс 8, это 26. Ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это 16. В2, вот так вот. Ну, отсюда В2 будет равняться чему? 96 на 16, 6 сантиметров в минуту. Вот так вот. 24 отнять 8, 18. Ну, ё-моё, ладно. Вот, 16 получается, да? Ну, поделили, вот всё. Значит, обратно эта улиточка будет двигаться со скоростью 6 сантиметров в минуту. Вот с такой вот скоростью. Иногда. Да, говорят, что средняя скорость, В1 плюс В2, делённая на 2. Вот это и есть у нас средняя скорость. Да? Средняя скорость. Только тогда, когда эта самая улиточка не движется равномерно, а движется с ускорением. А здесь было сказано, переползла с одного листа дерева на другой. Понимаете, да? По одному и тому же пути, так сказать, она двигалась. Поэтому мы сразу же принимаем, ага, не надо усложнять. Она двигалась прямолинейно и равномерно. Кроме всего прочего, раз уж мы с вами заговорили, да, вообще-то средняя скорость, это отношение перемещения тела, да, ко всему времени его, так сказать, движения. Так вот, если мы будем рассматривать эту ситуацию, как говорится, с этой точки зрения, да, вот, что здесь она сюда и обратно. Перемещение-то равно нулю, поэтому средняя скорость, она тоже должна быть равна нулю. Ну, а в задачке сказано, а средняя скорость 8 сантиметров в минуту. Поэтому пришлось рассуждать вот именно таким вот образом, что эта самая гусеница или там улитка, вот, двигалась действительно, да, только здесь средняя скорость, так называемая, путевая. То есть неважно все пройденное расстояние, а это и есть не что, оно как пройденный путь, деленное на все время движения. Вот так вот, как так. Все, значит, обратно на 6 сантиметров в секунду передвигалось. Не остается вам только добавить, что вы учите физику. На самом суперском канале, физика это просто канал, на котором любые задачи становятся простыми, понятными, доступными. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь, буду вам очень признателен и благодарен всего. Не забудьте лайк поставить. Всем доброго, до свидания. До новых встреч.